Хоккейные традиции в Орфяц-Внеев только зарождаются, но на сегодняшний день в составе сборной играют те сотрудники городообразующего предприятия, которые имеют опыт выступления на ледовых площадках. Эта ситуация начала развиваться два года назад, когда мы провели товарищеский турнир «Возрождение», когда играли команды в ОНИЕВ. В прошлом году, в 2018 году, у нас прошел уже турнир на Кобок Орфяц-Внеев, и уже тенденция такая наладилась, и вот мы уже заявили команду на первенстве южных районов Нижегородской области. На площадке ледового дворца в товарищеском матче сошлись не соперники, а коллеги. В Саров приехали работники Нижегородского НИИСа. Цель – выявить лучших хоккеистов двух городов, которые потом войдут в состав хоккейной сборной для участия в зимней Атамиаде. Для гостей нашего города игра получилась очень напряженной. Игра тяжелая, соперник сильный. У нас нехватка небольшая в составе. В три защитника играем. Соперник три полноценных тройки имеет. Ну и просто выше немножко у него уровень, конечно, чем у нас. Ну что делать, будем играть. Дмитрий Ширяев с хоккеем на «ты» еще с детства. Сначала спортивная школа, потом игры в родном Вознесенском. Устроившись на работу на завод в НИИФ, начал искать пути в хоккейную команду ядерного центра. Узнав о просмотре, заявился, не раздумывая. Как оказалось, не напрасно. Сегодня Дмитрий играет в сборной в НИИФ на позиции центрального нападающего. Я хотел в этой команде выступать, тренировался, отдавал себя, чтобы попасть в нее. Мне нравятся хорошие ребята, коллектив хороший. Все работники в НИИФ с разных подразделений. Играем, тренируемся. Также участвуем на область по южному кусту этой же команды. Набираемся опыта. Несмотря на проигрыш сотрудники НИИСа, встречи остались довольны. Первая поездка в Саров получилась никомом. Впереди игра в сборной и выступление на Атомеаде. А для того, чтобы составить достойную конкуренцию командам из Москвы и Пензы, уже сегодня необходимо сыгрываться вот в таких вот товарищеских матчах. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.